Немножко свою историю расскажу. Каждого человека есть своя история, независимая, компания или сын, или где-то еще. Мы своими историями компании сын делимся. Кто, с чего начинал, и каких добился результатов. Меня, старик, стяжела вообще подруга, которая приехала на лето, в отпуск, из Питера, и вот показала мне каталог, выбирай все, что хочешь. Я выбрала на очень большую сумму продукцию, и она мне сказала, что давай зарегистрируйся, и у тебя будет скидка 23%. Конечно же, эта скидка меня заинтересовала, что я могу экономить. И я зарегистрировалась в офисе в Наталье, но получилось так, что у меня немножечко веточка другая, да, питерская. Поэтому вот я несколько каталогов работала на свою подругу, и потом поняла, что мне необходима помощь. Без помощи в компании Ресвэму очень трудно создать свою команду и вообще вот добиться каких-то результатов. Поэтому мне пришлось терминироваться, то есть какое-то время не работать в компании, и затем с новыми силами. Да, зарегистрировалась у Наташи в группе, и теперь вот пытаюсь строить свой бизнес. Ну, с этаномией тут все понятно, да? Начала показывать каталоги тоже по просьбе подруги, которая мне сказала, вот попробуй, возьми каталог и покажи на работе. Нет, нет, у меня не получится, я вообще не понимаю, как это вот все делать надо. Но, тем не менее, каталог взяла, на работе показала его, коллектив у меня женский, я работала в то время в выпечном цехе «Луч», вот на нем сказала, технологом, и с удовольствием мне стали девушки, женщины заказывать продукцию, и я почти сразу же вышла в одном уровне трехпроцентный, по 150 баллов легко делала. То есть компания мне уже платила дополнительную скидочку в 130 рублей. И также вот подруга мне рассказала, что можно строить бизнес в компании, как это делается, что можно организовывать вот свою команду. Но на тот момент я, наверное, еще не была готова к таким решительным действиям, поэтому несколько лет вот просто брала продукцию для себя и своим знакомым, друзьям показывала каталог. и однажды, однажды, это тоже трудно так сказать. Это бегущая. Однажды, да? Да, однажды была у меня уже попытка построить команду, но она не увеличалась успехом. Наверное, я как-то неправильно себя вела, но у меня вот такой появился опыт, как не надо тебя вести с консультантами своей персональной группы. Как не надо? Как не надо? Ну, наверное, я говорю, как мамочка за ними ухаживала, ласкала, там, что надо принести, надо, пожалуйста, я принесу там что-то заказать, давайте я вам сделаю заказик. вот так не надо вести, надо, чтобы люди были самостоятельные. Если они принимают решение работать в компании, значит, просто научить, подсказать, да, вот это правильный путь. Вот так, как я делала, это неправильно. Так что, ну, есть такой опыт. И так получилось, что в прошлом году был у меня период болезни, когда я как бы вылетела вообще на полгода из-за всего, из-за реклейма, да, из жизни, можно сказать, очень сложно приходила в себя. Сейчас мы ее начнем. Просто очень тяжело болезни в вас. Дай Бог. Слава Богу, что-то случилось. Так, ну, понятно, что, когда человек пропадает из поля зрения, да, и, само собой, пропадают клиенты постоянные, и немножко вот оторвалась от жизни, не знала, вот, что появилась такая замечательная продукция, как программа Велла. Хотя, вот, если бы я знала, наверное, я бы быстрее пришла в норму. после болезни стала вот искать новую информацию, да, я человек любознательный, любопытный, постоянно в интернете нахожу какие-то новые для себя новую информацию, и вот все, что связано с Арифлеймом. И наткнулась на группу ВКонтакте, да, офис Арифлейм Налуна Чарского, стала читать также историю успехов. Историю успеха прочитала Наталья Невзоровой, Аня Горбачева, которая менеджер здесь, очень удивилась, что девушка за несколько каталогов всего вышла на уровень 10%. Потом меня удивила история Юлии Подсекиной, да, которая училась еще, наверное, там, 10-й класс был, да, в начале, 9-й, 10-й, что такая молодая девушка и уже уровень 15% имеет, это хороший дополнительный доход в 10-12-15 тысяч, да, по-разному. И я решила, что тоже, наверное, смогу так попробовать, поработать, создать свою команду и получать дополнительный доход, потому что, знаете, иногда вот спрашивают на работе там или дома, а ты вот занимаешься и что ты вообще с этого имеешь, да, самый такой каверный вопрос. Ну, что я могу сказать, когда вот просто для себя брала продукцию, то, что я покупаю, ну, практически бесплатно, да, больше я ничего не имела. А на данный момент уже на уровне 9% я получаю еще дополнительную скиточку 1885 рублей. Это у меня, вот, 9-й каталог. Получилась такая сумма. и начала я приглашать людей, посоветовавшись с Натальей. Мы начали работать с 5-го каталога, я посмотрела, и с 5-го же каталога я вышла уже на уровне 6%. Там один каталог я пропустила на посемельном обстоятельстве, но 6% уже обратно. не захотелось. Не захотелось.